Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Женщины не имели контактов с зараженными. Однако у женщины подтвердили коронавирус. К несчастью, медикам не удалось спасти Асратян. Она скончалась через несколько дней после госпитализации. Все это время врачи в медицинском центре Новомосковске боролись за жизнь Мишика Казаряна. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У мужчины развилась двусторонняя пневмония. Лауреат государственной премии СССР в области науки скончался вчера вечером, сообщает МК. Ученый пережил свою жену на две недели. О смерти ученого также рассказал его друг Сергей Геворкян. «Помню, Мишек подарил мне голубя. Он долго жил у нас на балконе. Казарян был очень талантливым человеком, переехал в Москву, работал в физическом институте имени Петра Лебедя. Помню, помог нам, Ереванскому физическому институту, получить большой грант на создание лазера на основе твердого алмаза», — говорил я с Мишиком Казаряном в дни, когда только-только уложили в больницу. «Дай Бог ему выздороветь, таких людей среди наших соотечественников мало», — сказал тогда коллега Казаряну. «Увы, стало еще на одного меньше. У ушедших в мир иной супругов остались дочь врач-гинеколог и сын врач-хирург. Продолжатели дела матери, живите долго». Мишик Казарян — советский российский физик. Широкую известность в научном мире получил после создания самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра. Он также являлся иностранным членом Национальной академии наук Республики Армения и в энциклопедиях международных патентов «11 книг» и «9 сборников избранных статей» в различных международных изданиях. Автор более 500 научных работ. Мишик Казарян являлся иностранным членом Национальной академии наук Армении. Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники за 1980 год за работы по физике лазеров и оптических систем награжден медалями имени академиков Акселя Берга и Николая Семенова. Был членом Совета Евроазиатского физического общества, членом Национального фонда науки и передовых технологий Армении.